Дорогие друзья, от имени Татарской общины города Москвы в лице региональной Татарской национальной культурной автономии города Москвы, приветствуем вас, руководителей и представителей посольств иностранных государств, полномочных представительств субъектов Российской Федерации, республик, краев, областей, участников праздника, профессиональных и самодеятельных артистов, художников, мастеров художественных промыслов в этом историческом зале Татарского культурного центра города Москвы и благодарю вас за то, что вы откликнулись на наше приглашение и приняли участие в московском фестивале тюркских народов «Диалог культуры». Тюркский мир. Существует ли тюркский мир? Считают ли тюркские государства и народы их населяющие себя частью тюркского мира? Объединен ли тюркский мир? И имеет ли он свои объединяющие формальные структуры? По мнению известного писателя, историка Мурата Аджи, тюркский мир намного шире, разнообразнее и богаче, чем мы его себе представляем, чем это принято официально считать. А нас действительно очень многое объединяет. Нас объединяет происхождение, язык, многовековые исторические корни, культура, традиции и обычаи. Лично и еще раз хотел бы напомнить имя Мурата Аджи, произведения и книги которого в свое время, такие как «Мы из рода Половецкого», «Полынь Половецкого поля», «Кипчаки», сказания о Святом Георгии, послужили мощным толчком для возрождения национального самосознания тюркских народов. А его книга «Полынь Половецкого поля» в 1994 году стала общим московским бестселлером. И в книжном магазине на Мясницкой улице выстраивались огромные очереди, чтобы ее приобрести. Лично я считаю тюркский мир космосом, который во многом неизвестен и неизучен, но таит в себе огромный потенциал и очень на многое способный. Такие мероприятия, как сегодняшний фестиваль, безусловно, способствуют укреплению дружбы между народами, укреплению межнационального и межконфессионального единства и согласия нашей многонациональной страны, нашей великой Родины России. Давайте будем всегда вместе и едины в добрых делах. Спасибо за внимание. Огромное спасибо за то, что так красиво, дружно собрались. Я специально приехал, чтобы отметить, в том числе, те труды Мурададжи, потому что это уникальный человек. Вы прекрасно многие знаете его биографию, сам по образованию географ, долгое время кандидат экономических наук, долгое время работал в министерствах. Очень человек, который знает Сибирь. Не только Сибирь знает с точки зрения экономики, промышленности, промышленности, в том числе и знает историю, традиции. И, конечно, его книги, его первые произведения, которые в конце 70-х годов, когда он начал про это писать, изучать, оно, конечно, очень интересно и важно. И, наверное, он как раз был одним из первых таких людей, которые начал изучать наш тюркский мир, огромное количество наций, которые относятся к этому тюркскому миру, именно с точки зрения научной точки зрения, с точки зрения как писателя, по крайней мере, начал это исследовать. Это сейчас очень много разных произведений, да, там мыслимое количество, уже сегодня появляется авторов, которые, ну, сами по-своему пишут, говорят происхождение тюркского мира, происхождение нас, татар, кумыков, там, ну, многих других народов. Но вот он был одним из первых, который вот по-своему заложил историю по этому. Еще раз говорю, уникальный человек. Мы хотели, конечно, его самого увидеть, но вот он, к сожалению, заболел. Но, тем не менее, пожелаем ему здоровья, здоровья, чтобы он еще раз и дальше нас зарабовал такими интересными, интересными произведениями. Нам это важно, может быть, не нам, старшему поколению, которое большинство здесь сидит, а нашему молодому поколению нужно. Надо, честно, признать, наше молодое поколение мало еще что знает вообще о том, кем мы были, где мы вообще, каково путь этого нашего тюркского мира. Ну и мы, в том числе автономия, вот федеральная, со всеми региональными, стараемся многое делать. Мы вот возрождаем в городе Казани фестиваль тюркской молодежи в первом году провели, и хотим придать ему большее такое значение, значимость. Мы приглашаем в пользу случаем наших коллег из других субъектов, из других стран присоединиться к этому нашему фестиваль, к этому движению. Мы создадим очень прекрасные, хорошие условия для этого, для проведения этого тюркской молодежи. Ну и будем нашими турецкими коллегами общаться по этому поводу. Вот буквально на следующую неделю приезжает большая парламентская делегация, с которой мы будем общаться. Ну, еще раз всем огромное спасибо и организаторам фестиваля, и, конечно, человека, который вот такими прекрасными книгами нас обрадовал. У нас есть подарок, который мы бы хотели супруге подарить. Очень жалко, что Мурат Искандерович не смог приехать. Он, к сожалению, давно уже болеет. Мы надеялись, что он сможет выбраться на этот праздник. Ну, вот не получилось. Но он был так счастлив, что этот праздник состоится, и передал свое приветствие. Мы собрались на большое и радостное событие – фестиваль тюркских народов. Думаю, все с нетерпением ждали этой встречи. Ведь праздник, организованный татарской общественностью, был бы невозможен без той горячей поддержки, которую проявили представители сырных разных народов, объединенных одним общим именем – тюрки. Я благодарен небу за то, что мне есть, за то, что Всевышний создал нас тюрками, людьми с душой, наполненной небом. Вот что подразумевало тогда послово тюрки. На тюркском языке говорило и говорит много людей, миллионы. От Якутии до Центральной Европы, от Сибири до Индии. Даже в Африке есть поселение, где звучит наша речь. Велик тюрк Сибири и очень богадочный. Он как бриллиант, каждая грань которого – народ. Азербайджанцы, алтайцы, балкарцы, башкиры, гагаузы, казахи, караимы, крачаевцы, киргизы, крымские татары, уныки, татары, тувинцы, туркмены, уйгуры, узбеки, хакасы, чуваши, шорцы, якуты – всех сразу и не вспомнили. И все у них тюрки. Эта духовная общность людей в разное время давали разные имена. Десятки народов объединяет тюркский мир. Народов родственных и все же ослабенных. Их речь неповторима. Она с особым оттенком звука и смыслов. Порой одно и то же слово у разных народов имеет совершенно такой смысл. И это нормально. Потому что в этом безграничность этого слова. Его удивительная простота и древность. Но так было не всегда. Когда-то, в давние времена, тюрки говорили на одном языке, понятном всем. Потом началось деление их речи на наречия, понятные лишь своим. Однако общий язык долго не забывался. Этот общий язык дал начало литературному языку. Поэты-исказители, в своих произведениях, оттачивали каждое слово, чтобы потом усовождать весь тюркский мир. Целые государства тогда говорили и писали по-тюркски. Увы, тот древний язык забылся. Ни один язык не имеет сегодня столько оттенков и наречий, как тюркский. Кровь у людей одна, предки одни, история одна, а языки разные. И сами народы считаются разными. Почему нет? Ответ нашел в истории. В туманных уже не веков. Об этом рассказал в своих книгах. Вывод, к которому он пришел, удивительно просто. Мы были единым народом в единый стране. Нас объединяет не только великая прошлое, но и та уникальная культура, которую хранят все наши братские народы. Эта живая пенька в памяти осталась в песнях, музыке, танцах, эпосе. Душа народа — песни. Пусть громче звучат сегодня наши песни. Еще раз с праздником, дорогие праздники. Мурат Искандерович передал в дар библиотеке книги, которые выпустило издательство к его юбилею. Вот самая первая — «Азиатская Европа». Она выдержала уже, не знаю сколько, пять или шесть изданий. В нее вошли книги «Европа. Терки великостей. Терки и мир. Сокровенная история». Она такая самая, может быть, научная. Так. Вот это я бы вас возьму. «Полынный путь» будет интересна тем, кто помнит еще «Полынь половецкого поля». Потому что сюда вошли книги «Полынь половецкого поля», которая встречала всех людей, не только тюрков, очень много русских. Это я знаю по тому, сколько писем приходит на наш сайт. Так вот, здесь «Полынь половецкого поля» и «Безвечного синего неба». «Безвечного синего неба» меньше известно. Это итоговая книга. Она очень интересная. Очень интересное примечание. Здесь на каждую мысль, на каждое слово есть ссылка, которую можно прочитать. Это будет отдельное очень интересное чтение. Ну и, наконец, книга с таким названием, которая просто почему-то пользуется, я знаю почему, огромным успехом само название. Называется «Великая степь. Приношение терка». Сюда вошли кипчаки, кипчаки-орудзы и дыхание органгига. Эту книгу можно читать всей семьей. Она очень важна, именно вот тут была высказана такая озабоченность, что важно, чтобы молодые читали. Вот это можно читать уже детям. Так она и замысливалась, вот как бы. А вопросы, которые при этом возникают, ответы на них можно найти в «Безвене Армагеддоне». Ну вот эти три книги. Это такой подарок сделало издательство к юбилею Мурададжи. А Мурададжи сделал этот подарок не только в библиотеке, а всем своим читателям. Я вас подсказываю. Спасибо, друзья.